всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и это коротко и ясно я не так давно закончил занятия 7 занятия своего четвертого потока онлайн тренинга или четвертого сезона как кому больше нравится ребята попросили поподробнее обсудить именно вопросы когнитивной терапии и я бы не хотел сегодня говорить о симптоматике потому что на канале уже много об этом сказано много информации в группе в телеграме я каждый день записываю аудиоподкасты по симптоматике и аудиоподкасты по когнитивной терапии поэтому кому хочется бесплатно слушать мои аудиоподкасты каждый день подпишитесь на канал в телеграме ссылка есть в описании ну а сегодня я поговорю о двух важных аспектах которые мы сегодня с ребятами обсуждали и я решил поделиться этим с вами мы обсуждали сегодня как обычно бурно с эмоциями присущими для интеграции стряски мозгов чтобы перевернуть рациональный подход и рациональное привычное воззрение на рельсы объективности реальности я хотел бы вам рассказать о двух таких факторах с которыми вы сталкиваетесь при работе уже с самим неврозом при работе с вашим привычные формы поведения это два аспекта первый аспект это нежелание принимать случившийся факт и второй аспект это нежелание принимать возможного варианта развития событий давайте поподробнее каждом сейчас остановимся первое и важное то что создает палитру ваших эмоций если вы отмотаете на точку начала ваших панических атак или на точку начала ваши симптоматики да и вообще проанализируете события которые вызывают у вас эмоциональное состояние я сейчас не обращаюсь к тем кто считает что они умрут от своих вегетативных напряжений у тех кто зафиксирован на каких-то фобиях или зафиксирован на своем здоровье эта лекция не для вас потому что вы будете уверены что у вас вся проблема в самочувствии я сейчас снимаю это видео для тех кто уже понял что проблема там не в самочувствии а те кто работает над своим уже неврозом я думаю они понимают о чем я говорю так вот аспект непринятия случившегося факта вы вместо того чтобы посмотреть трезво на то что событие уже произошло на то что человек что-то сделал а события случилось например можно привести два таких две таких ситуаций буквально из свежего да мне сегодня занятия мы разбирали одного парня я не помню как его звали марат или не помню не помню имени он мы разбирали ситуацию где ему повредили машину он оставил машину на парковке или на стоянке служащие стоянки решил на ней покататься по собственному усмотрению повредил машину и это вызвало буре негодование и вторая ситуация человек столкнулся с ситуацией где его девушка говорила о том что она его любит и говорил о том что в общем то у них все хорошо на самом деле выяснилось что все это время она встречалась другим мужчиной и вступала с ним в половую связь скажем тогда и он об этом узнал и вот здесь возникает очень сильное неприятие того события которое он узнал и такое же неприятие поведение человека возникает в первом случае о котором я говорил с фарой по моему там эта ситуация давайте это разберем рациональная мотивно-поведенческая терапия и когнитивно-поведенческая терапия рассматривает случившиеся события как факт и рассматривает их следующим образом от того что мы будем с вами изо всех сил стараться не принимать случившиеся события мы будем говорить как она могла как она могла как она могла или как он мог ну как так можно но почему это неправильно мы будем гонять в голове одну и ту же мыслительную конструкцию мы будем гонять в голове эту силу неприятия а я хочу чтобы вы запомнили что та сила непринятия события или факта будет пропорционально силе вашего эмоционального напряжения и выгорания проще говоря сила сопротивления событию которое произошло или сила непринятия как хотите можно здесь понимать будет прямо пропорциональной силе вашего напряжения отсюда будет выстраиваться философия коррекции когда мы начнем рассуждать и принимать случившийся факт как феноменологический как феномен с финана с феноменологическим подходом со словами да действительно например стакан разбился или да действительно я повредил машину или до действительно я узнал что человек так поступил или да, действительно, по факту я приехал в магазин, он оказался закрыт, или да, действительно, что-то произошло. Вот здесь возникает момент того, что от того, как бы вы не реагировали, будете выбиться головой об асфальт, или вы будете орать, или вы будете плакать и страдать, ничего от феномологического произошедшего не изменится. То есть, по факту случившееся не изменится, по факту событие уже совершено. И от силы вашего непринятия и прогоняния в голове, ну как так могло, ну почему, ну почему, ну почему, ну как же это, как же он, как же она, ну как же так, ничего не будет, кроме вашего плохого настроения и вашего плохого психовегетативного самочувствия. И если такие ситуации будут копиться десятками внутри вашей психики, вы выйдете в вегетативное напряжение. Уже по известным маршрутам вы знаете по каким. Поэтому основная работа – это задуматься, если факт случился, что я буду получать от того, что я буду пытаться не принимать это. Второе. Что заставляет меня не принимать случившиеся события? И вот здесь интересно поизучать самого себя. И вот здесь интересно поизучать ту философию, с которой вы подходите. Первое, что обычно бросается в терапии, это такое внутреннее эго под названием «такого быть не должно». Или «он так не должен был поступать», или «она не должна была так поступать». То есть это сила отрицания. Вы отрицаете то, что на планете 15 миллиардов людей, которые вообще по-своему смотрят на ситуации, по-своему смотрят на жизнь. И наша жизнь – это такой муравейник, где все понимают одни и те же события по-разному. Где мы будем постоянно сталкиваться с тем, что просто люди по факту ведут себя по-разному. Просто по-разному. А мы берем и пытаемся подчинить многообразие комбинации поведенческого аспекта людей некой своей воли. То есть мы фактически не замечаем того, как мы сами стараемся подчинить то, что нам не подвластно. Например, человеческое поведение, выбор, событие, нашей воле и нашему требованию. Начинает погода, мы пытаемся ее подчинить нашему желанию, заканчивая поведение третьих лиц. И вот здесь я бы хотел, чтобы вы, все мои зрители, сделали очень важную для себя заметку. Что вы постоянно пытаетесь вот этот калейдоскоп муравейника подчинить некой вашей требовательности под названием «как я хочу, так и должно быть, потому что а-ля это правильно». И вот здесь очень важным аспектом является то, что такое для вас правильно. А для вас правильное – это то, как вы бы не поступили. А для вас правильное – это то, как вы считаете правильным. Для вас правильное – это то, как вы считаете хорошо и нехорошо. На планете Земля нету ни хорошо, ни плохо, нету красиво и некрасиво. Есть то, что вам подходит, и то, что вам не подходит. Есть то, с чем вы согласны, и то, с чем вы не согласны. Поэтому с точки зрения рациональной мотивной терапии, здоровая реакция, условно, опять же, здоровая реакция на подобные события – это разочарование. Мне жаль, что этот человек поступил так, как посчитал нужным. Откровенно говоря, я ожидал от этого человека другого поведения. Но я прекрасно понимаю, что все люди разные и могут вести себя по-разному. И если я чего-то не ожидал, это лишь мои требования, и это лишь моя проблема. Потому что рационально мы выражаем пожелания. Я бы не хотел, чтобы я узнавал о людях какие-то вещи. Или я бы не хотел сталкиваться с ситуациями, где люди в мой адрес повели себя определенным образом. Но я прекрасно понимаю, что весь этот калейдоскоп муравейника под названием «Жизнь» – это череда постоянных событий, принятых решений людей, на которые я не имею права налагать какие-то собственные внутренние требования. «Да, я бы не согласен», «Да, мне неприятно», «Я не поддерживаю», «Я бы, например, так не поступил». Но это не означает, что они не имеют права. Вот именно такая форма философии дает нам ту основу рационального диспута с самим собой, которые помогут нам справиться с силой этого непринятия. И второе – это сила недопущения перспективы. Часто базовая внутренняя тревога, которая порождает неврозы, связанная с неким недопущением. Ну, например, события еще… Если в первом случае мы разбирали, когда событие произошло, да, я напоминаю, во втором случае мы недопускаем перспективы. Классическим примером является тревога или сильное беспокойство перед экзаменом. Когда мы не спим в ночь перед экзаменом, когда мы очень сильно нервничаем перед свиданием каким-то, да. Почему это возникает? Или, например, полет на самолете. Мы еще не в самолете, мы еще не на экзамене, мы еще ничего не завалили, мы еще не провалили свидание, если так можно сказать, мы еще даже не летим, но мы испытываем очень сильное психо-вегетативное напряжение, потому что мы в голове забегаем вперед и начинаем представлять мыслеформой ту ситуацию, которая для нас кажется крайне недопустима. Например, для вас является крайней степенью недопустимости, что вы завалите экзамен. Или для вас является крайней степенью недопустимости то, что вы не понравитесь девушке или парню на свидании. Или для вас является крайней степенью недопустимости, что самолет разобьется. Терапевтическая задача в концепции рациональной эмоционально-поведенческой терапии или когнитивно-поведенческой терапии заключается в осмыслении того, что в перспективе может быть всякое, и как мы к этому будем относиться. Например, давай представим, что я завалю экзамен. Так ли это ужасно и так ли это драматично? Давай представим, что я действительно не понравлюсь девушке или парню на свидании. Так ли это драматично? И вот здесь возникает базис для рационального рассуждения. Да, действительно, я могу не понравиться, но это не означает, что это последнее свидание в моей жизни. Да, действительно, я могу произвести на этого человека негативное впечатление, но это означает, что просто у нас разные вкусы. То есть мы начинаем рационально относиться к перспективе. В чем история? История в том, даже к самолету. Да, действительно, чисто теоретически самолет может потерпеть крушение. Принимаю ли я такую чисто теоретическую гипотезу? Конечно, принимаю. Потому что чисто теоретически может пойти дождь, и вы под него попадете. Принимаете ли вы это? Если вы это не принимаете, то вы будете вечно ходить с зонтиком и опасаться, не пойдет ли дождь. А если вы говорите, да, действительно, я могу попасть под дождь, в этом нет ничего драматичного. И план действий я буду действовать так-то и так-то. Ну, с самолетом это крайность, которая для многих кажется прям совсем драматической. Но фишка в чем? Хочу, чтобы вы поняли, что когда мы рассматриваем базис тревоги, когда мы забегаем вперед и что-то не принимаем, то сила терапевтического воздействия именно тогда, когда мы начинаем рассматривать самое худшее и начинаем философствовать о том, что действительно такое может произойти, но это не означает. Вот тут как раз тоже являются два момента. Поэтому не забывайте, пожалуйста, мои ученики, о том, что сила неприятия случившегося факта и сила неприятия перспективы – это тот аспект, над которым вы должны работать. Я приглашаю вас 5 и 6 августа. Посмотрите, пожалуйста, на сайт, ссылка в описании этого видео. Я буду подробно об этих двух тезисах говорить, и мы два дня с вами онлайн будем разбирать все вот эти базисные и фундаментальные ошибки. И я буду еще раз детализировать, как все это прорабатывается. Поэтому приходите 5 и 6 августа на онлайн-тренинг. Он будет идти два дня подряд, по три часа в день, с 12 до 15. Естественно, с копиями. Прочитайте все, на сайте подробно описано. Я надеюсь, что сегодняшняя тема освежила вам в памяти или дала зерна тем, кто этого не знал. И еще раз повторю, сила вашего непринятия случившегося факта, на который вы уже никак не можете повлиять, будет пропорциональна вашему напряжению. И это будет крутиться у вас в голове. Кстати говоря, так же будет формироваться навязчивая мысль. Потому что вы будете говорить, нет, такого не должно быть, не должно быть, не должно быть, не должно быть. И будете об этом думать и думать, и думать, и думать, и думать. Либо у вас будет навязчивая история про то, что такого не должно произойти. Такого не должно произойти. Поэтому подсказка. Работайте с рациональной позицией по поводу случившегося факта. И работайте с рациональной позицией по поводу, да, действительно это возможно, но это не означает. спасибо приходите 5 6 августа мы будем разбирать все детали подписывайтесь на канал telegram там каждый день аудио подкасты все ссылки в описании этого видео ваш алексей красиков канал неврозы мегаполиса увидимся пока